Добрый вечер! В прямом эфире Вести Ульяновск, в студии Антон Никитин. И для начала коротко о главных темах к этому часу. Один миллион тонн зерна уже есть, а то ли еще будет. За ходом уборочной в Ульяновской области наблюдал наш корреспондент. Городские магистрали и внутриквартальные территории изменятся к лучшему. Масштабный ремонт дорожного полотна продолжается. Шли на свет. Барышские полицейские сдержали грабителя прямо на месте преступления. А теперь во всем этом более подробно. Более 1 миллиона тонн зерна. Этот год оказался весьма хлебосольным. И это еще не предел. Около 40% посевов только предстоит убрать. Сергей Морозов лично проконтролировал ход уборочных. Пообщался с комбайнерами и главой крестьянского фермерского хозяйства. Хлебом Ульяновский регион обеспечен. Объемы уборочной кампании этого года бьют все рекорды. Погода благосклонна. Солнце перемежается с дождями. Немалую роль играет и новая современная техника. Только за счет техники, которую новую купили, за счет технологий, которые мы выработали за 20 лет работы. И за счет семян, которые у нас есть и которые мы приобретаем. Мы работаем с семенами только элитными и гибридными. Рамазан Хабибуллин на протяжении 16 лет получает стабильно высокий урожай. Уборка идет активными темпами. Урожайность составляет порядка 30 центнеров с гектара. Работа нормально. Погода позволяет. В принципе, 100 тонн, 120 выходит где-то в день на молотку. Всего с полей Ульяновской области убрано чуть больше 60% урожая. Предстоит обмолотить еще довольно большую площадь – порядка 200 тысяч гектаров. То есть, валовый сбор еще увеличится. Убирать нам еще вполне достаточно. Поэтому миллион – это совершенно цифра не последняя. Думаю, что миллион 350 – это минимум, что мы соберем в этом году. Без учета подсолнечника, который у нас тоже 230 тысяч тонн. Если мы это все сплюсуем подсолнечник с зерном, то у нас будет по 2 миллиона в этом году. Съемочная группа программы «Весть Ульяновск» вместе с Сергеем Ивановичем также села за руль комбайна. Так что и наши несколько килограммов есть в этом миллионе тонн. А пока мы собирали урожай для ульяновцев, мои коллеги уже ждали нас с камерами в поле. На самом деле я первый раз села за комбайн. Мне даже дали порулить. Но эмоции непередаваемы. Потому что, когда испытываешь это в первый раз, собираешь хлеб, который потом будешь кушать. Очень классно. Я хочу еще раз всех хлеборобов в Ульяновской области, всех работников, которые имеют отношение к агропромышленному комплексу, поздравить с замечательным успехом. Первый миллион мы с вами собрали. И я думаю, что не за горами будет, наверное, уже и желание пойти на рекорд. Дай Бог, чтобы так оно и было. Удачи вам всем. В настоящее время, по данным Минсельхоза России, Ульяновская область занимает первое место по обмолоту уборочных площадей среди субъектов ПФО. А уже через неделю начнется сев озимых культур. Мария Сафронова, Алексей Прохоров. Весть Ульяновск. Из Радичевского района. Императорский мост перекроют. Сегодня стало известно, что с 20 часов пятницы 12 августа до 24 часов воскресенья 14 августа будет закрыто движение по старому мосту. Связано это с ремонтом дорог, но не на самой переправе, а на подъездах к ней с левой стороны Волги. На Димитровградском шоссе, на участке, который проходит по нижней террасе, будет производиться укладка асфальта. О том, как ремонтируются другие городские улицы, в нашем репортаже. В этом году на ульяновские дороги выделена немалая сумма – 1 миллиард рублей. Сейчас ремонт в различной стадии его выполнения можно наблюдать во всех районах Ульяновска. И чему радуются местные жители – обновляются не только центральные магистрали, но и оживленные внутриквартальные проезды. Например, улица Варейкиса или улица Артема, где сейчас ведется укладка асфальта, а до этого установили новые бордюры. Столько много изменений, столько всего приятного. И дорогу делает, новые дома строятся – это, конечно, очень приятно. Весь наш микрорайон такой был, в принципе, отстойный какой-то. А сейчас прямо вокруг все. Все преобразилось. Все преобразилось. Спасибо. Центральные улицы асфальтируют в темное время суток, иначе город встанет. Этой ночью масштабные работы велись на локомотивной. Темп будут наращивать. Завтрашнего дня приступают также к ремонту улицы Красноармейской, приступят к поднятию люков. И после завершения локомотивной начнутся асфальтирование на улице Красноармейской. В принципе, видим переговоры с подрядчиками. Сейчас темпы будут наращивать. Второй асфальтовкладчик, вторую бригаду, они сюда на этой неделе обещали перебросить. Кроме капитального, текущий ремонт идет с начала года в Ульяновске небывалыми темпами. На сегодня полностью отремонтировано свыше 160 улиц, в том числе 80 из них третьей и четвертой категории. До 25 августа планируется завершить работы на подходах и подъездах к объектам социальной сферы, где объем увеличен с 80 до 106 адресов. Кроме того, этим летом были благоустроены 22 остановки общественного транспорта. Дмитрий Емельянов, Александр Абрамов, Вести Ульяновск. Полицейские из Барыша задержали вора. Причем произошло это только благодаря бдительности стражей порядка. Накануне около трех часов ночи они патрулировали на машине вверенную территорию и увидели свет в торговой точке. Подъехав ближе, полицейские заметили, что входная дверь в помещении магазина открыта, а в здании находится неизвестный, который пытается вынести различное имущество. Полицейскими неизвестный был задержан и доставлен в отдел полиции. Им оказался местный житель 1966 года рождения. Мужчина признался в попытке хищения продуктов питания и цифровой техники на общую сумму около 20 тысяч рублей. Сейчас по факту ограбления возбуждено уголовное дело. Идет следствие. В областной больнице перешли на онлайн-обследование пациентов. Эта инновационная система позволит усовершенствовать диагностику заболеваний. Пилотный проект сегодня презентовали региональным властям. С 2012 года в Ульяновской области успешно внедряют информационные технологии в медицину. На этом в рамках инициированной Владимиром Путиным программ модернизации здравоохранения тогда выделили более 230 миллионов рублей. 70 из них – средства областного бюджета. Вместо простых снимков – трехмерное обследование органов пациента и даже виртуальное планирование операции. Причем медики и диагностические кабинеты не посещают. Все данные о пациенте в Центральном архиве. Изображение отправляют на рабочий компьютер или даже телефон. В областной клинической больнице это пока пилотный проект. Путем применения программы Центрального медицинского архива изображений мы можем визуализировать всю слизистую оболочку полового органа. Толстой кишки, бронхов. Можем зайти в любой сосуд, который мы выделяем, кардиальный пакет сосуда сердца. То есть мы можем зайти в любой полуорган и посмотреть, какая патология есть у него там. Я еще раз повторяю, что в Ульяновской области этого не было. И в России это, по большому счету, инновация. Систему взаимодействия медицинского оборудования показывают Сергею Морозову. Ведь по поручению президента Путина именно глава региона контролирует процесс информатизации здравоохранения. В областной больнице отмечают, современные технологии значительно повышают эффективность их работы. Сейчас мы отработали уже, отрабатываем, продолжаем систему онлайн-обследования пациентов для того, чтобы и докторам было удобнее, и врачам, естественно. То есть вот то, что пациенты обследуются, например, здесь, на компьютерной томографии, в это время может смотреть данные обследования врач-нейрохирург, невролог. И они потом либо обмениваются мнениями для того, чтобы принять верное решение. 87 медицинских организаций уже осваивают новое коммуникационное и компьютерное оборудование. Региональную информационную систему строят с нуля. У нас на сегодняшний день порядка 75% уже полностью оборудовано рабочими местами. И наша основная задача, чтобы сегодня каждый медицинский работник на своем рабочем месте использовал этот инструмент, который сегодня дан во всех лечебных учреждениях. Это позволит нам, отказавшись от бумажного документа оборудования, экономить не менее 30% времени каждого врача-специалиста, который как раз будет направлен на работу с пациентом. В первом случае, нам помогает нам уже заранее до операции поделиться. Что нужно делать, смоделировать свои действия, конечно, это тоже для нас очень важно. Потому что в любом случае за каждым этим моделированием стоит судьба человека. И нам очень важно сохранить его здоровье. Пока в регионе создали 4000 автоматизированных рабочих мест для врачей. В планах открыть еще 1000 в сельской местности, что повысит доступность медицинской помощи. А вот полностью информатизацию лечебных учреждений области завершат через три года. Вас Сарасадина, Кристина Агафонова, Герман Баранов, Вести, Ульяновск. Сегодня в здании областной администрации под председательством первого заместителя губернатора Александра Якуина прошло традиционное совещение к барьеру. На повестке дня два вопроса. Оказание адресной помощи ветерану и средства технической реабилитации. В 2009-м у жителей Сангелеевского района, ветерана боевых действий Михаила Тихонова, случился пожар. По информации одного из сайтов, поддержку ветерану так и не оказали. На деле же все иначе. Различная помощь выделялась уже несколько раз. Далее в 2012 году наполнительному администрации выделили кирпичный ремонт одной печки. Дальше администрации выделили участок леса для использования в строительных целях и в круглях. В нынешнем году будут выделены средства и на дополнительный ремонт внутри жилища ветерана. Осенью его должны закончить. В ближайшее время решится и вопрос с выделением средств реабилитации. По информации одного из порталов произошла задержка. В 2016 году у нас финансирование хорошее, достаточное для граждан, которое состоит у нас на учете на сегодняшний день. У нас состоит на учете на средства реабилитации 37 тысяч граждан. Оба вопроса решены положительно. Представители департамента соцзащиты поблагодарили СМИ за внимание к проблемам населения. Игорь Кранцев, Герман Баранов, Ест-Ульяновск. Первая божественная литургия почти за 80 лет. В поселке Белый Ключ митрополит Анастасий совершил малое освящение молитвенного здания. Здание храма архистратига Божия Михаила здесь полностью разрушили еще в 1974 году. На его месте возвели дом культуры. Молитвенный дом расположили рядом. О возобновлении литургической жизни и создании общины просили сами жители поселка, многочисленные прихожане. Они уверены, это впоследствии поможет воссоздать и саму святыню, утраченную в советское время. Не только рады, а просто очень рады. Все население очень рады. Очень много деток, родителей которых хотят причащать. У нас население 3,5 тысячи в Белом Ключе. Из них тысячи детей. Представляете? Ну, конечно, особенно пожилые люди. Они не могут все ездить в город, в городские храмы и так далее. Поэтому все очень счастливы, что открылся храм, осветили нам его. Здесь вновь забилось сердце, сердце этой местности. Мне хотелось бы пожелать, чтобы Господь даровал силы для того, чтобы эта лампадочка не погасла, для того, чтобы этот центр стал притягательным для всех жителей, которые живут в этом районе. Потому что именно в созидании церкви, в созидании прихода совершается наша жизнь. Приход – это малая семья. Владыка отметил, не случайно молитвенный дом осветили в праздник Смоленской иконы Божией Матери. Верующий считает ее путеводительницей к вечной жизни. Митрополит Настасий выразил надежду, что она будет хранить эту святыню от всех врагов. В ближайшие годы в Ульяновской области пройдет целый ряд крупных соревнований. Например, первенство Европы по паре Тхэквондо и чемпионат России по плаванию на открытой воде. Об этом сегодня говорили в региональном Минспорта. На заседании подводили итоги работы ведомства за последнюю пятилетку. Было отмечено, что в нашем регионе провели ряд крупных спортивных турниров, в том числе чемпионат мира по хоккею с мячом. А многие ульяновские спортсмены добились серьезных успехов как в губернии, так и за ее пределами. Мы видим результаты, которые, школы, которые работают достойно, они приносят результат. И вот у нас уже есть участницы Олимпиады от Ульяновской области. То есть вершину пирамиды спорта никто не отменял. И мы, конечно, в ближайшие пять лет должны большое внимание уделить как массовому спорту, так и детско-юношескому. То есть развитию инфраструктуры наших базовых видов спорта, наших специализированных детско-юношеских спортивных школ. Несколько спортсменам вручили удостоверение о получении новых спортивных званий. Кроме того, впервые в Ульяновской области подписано соглашение о создании Ассоциации региональной фитнес-индустрии. И к другим новостям. Вечные ценности глазами ребенка. В детском музейном центре открылась новая выставка. На экспозиции представлено более 50 работ победителей второй всероссийской выставки конкурса детского рисунка. Одной из участниц стала 8-летняя Ольга Спиридонова, учащаяся в Ульяновской детской школе искусств номер 2. Она победила в одной из возрастных групп. Также на участие были заявлены 10 работ воспитанников общеобразовательных и детских школ искусств нашего города. Работы оценивались в трех возрастных группах. Цель создания этих работ – это запечатлеть вечные ценности, которые, наверное, не приходящие. Вечные ценности глазами вот ребят нынешнего поколения – 8-18-летних ребят. Выставка уже побывала в Чебоксарах, Саранске и Пензе. После завершения показа в Ульяновске все работы будут переведены в Йошкар-Алу для постоянной экспозиции. В нашем городе выставка будет работать до 22 августа в детском музейном центре по адресу Ульяновск, улица Льва Толстого, 49. Далее информация о погоде. В ближайшие сутки атмосферное давление существенно не изменится. Ожидается переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь, возможно гроза. Днем без осадков. Ветер восточный, слабый. Температура воздуха ночью по области от 15 до 20 градусов. В Ульяновске – 17-19. Завтра днем по области от 28 до 33 градусов. В Ульяновске – 30-32. В лесах по югу области сохраняется высокая пожарная опасность 4 класса. По востоку области – чрезвычайная пожарная опасность 5 класса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова